здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks и сегодня у нас танчик легкий немецкий премтанк восьмого уровня м4190 г.ф. да вот такой вот есть такой же бульдог у америке постоянно путаю они очень похожи по сути вот обычно мы начали обзора идем смотреть бронирование но в данном случае мы делать не будем мы броню посмотрим здесь потому что ну ее нету уж точно там нету никаких рикошетных зон вот корпус у нас 25 миллиметров спереди башня также и по бокам то же самое поэтому но брони у нас нет вот и предлагаю сразу перейти к орудию данного агрегата у нас здесь 76 миллиметров к 240 альфа 182 пробития на основном 250 на голде заряжается но относительно быстро 66 секунды 038 точность до достаточно такая всратенькая 2200 дпм сводится пушка хорошо 1,8 секунды вот это не барабаны и в пвп этому танку порой будет тяжело получая барабана от какого-то лт-шку лт-шки да и просто банально она уезжает и не успеваешь еще накидать ну да ладно это все-таки лт это танк про засвет первую очередь по оборудованию рекомендую ставить в основной слот на обзор командирский обзорный прибор ставим малошумкой ставим просветленку да именно в первый слот ставим командирский обзорный прибор фича в том что нам это даст а мы снимаем минус 20 процентов незаметность в кустах у противника это круто это лучше чем поставить просветленку сюда по снарядам вот основной тип снаряда у нас ббх летит 830 прям ну реально не очень хорошо также и голда летит такая скорость полета и здесь еще и кумулятивный снаряд поэтому по скорости полет снаряд на этой пушке на этом танке все неоднозначно по снаряжению ремка аптечка огнетушитель желательно автоматически у нас четыре члена экипажа перки вы сейчас видите перед собой по пушке с увенами у нас более-менее такой можно сказать минимальный комфорт минус 8 по хп 1100 ну нормально теперь самое интересное мы катаем без турбины у нас максималка 70 и 421 назад почти двадцать две лошади на тонну в принципе ездит он неплохо вот по незаметности перк незаметности у нас качан у всего члена экипажа у нас почти тридцать девять процентов и это тоже не самый из лучших показателей среди лт на восьмом уровне вот по обзору 479 здесь у нас кстати наоборот все хорошо обзор у нас неплохой да на просветленке по плюсу минусу машины самый жирный и большой минус этой лтшки который собственно и убивает эту лт и поэтому в рендоме ты этих тачек мало никто особо на них играть ты не хочет учитывая что рендом просто перенапоним елсеевым 90 это наши габариты размера высота танка и зачастую большинстве кустов но не большинстве во многих кустах это лтшка реально светится потому что ну видно вверх башни и это раздражает плюс а в пвп по пересвету назовем так конечно елсе у этой у этой тачки выиграет однозначно поэтому то и никто не хочет бороться с елками на этом аппарате ну да ладно у нас она обзор по этой тачке вот по подвижности здесь однозначно плюс по обзору плюс по пушки ну не барабан но все равно она достаточно бы заряжается но удручает маленький ну скажем так не очень прям комфортный увн и и низкая скорость полета снарядов поэтому в принципе тут такой плюс-минус по пушке по броне понятно что тут говорить это лт предлагаю же отправляться бой давайте посмотрим как же у нас м41 90 гф чувствует себя в случайных боях погнали так попали на затерянный город у нас обзор боем м41 90 гф бульдог до американский лт прем лт восьмого уровня сейчас мы его будем тестить против нас то против нас до хрена в зэшечка чарли млэ этот чертов да и ебар вот ебар это хуже всего и дверты не за сэвится ничего не сделать засветился и если не от лт или пт или ст умрешь так умрешь от арты а Уничтожен. А, ебр у них на той стороне, это прикольно, так, кстати, насветил я 465, прикольно, за свет нам оно надо, за свет бы нам надо, ебр перекатывается сюда. Да, ебр идёт сюда. Ща наполучаю я. А может быть и нет. Так, ну чё, за ртой съездить надо. Готов. Оп-оп-оп-оп, импровод. Уппровод. Голду зарядил. В этом бою у нас ЛТ колёсик. Колёсник, да. Колёсничек воюет. Светит. Пробитие. Шасси с такой. Надо ПТ-шку добивать. Надо добивать ПТ-шку. Как бы она меня не добила. Броня не болит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Критический урон нанесли. Ну всё, ты меня разозлил, родной. Критический урон нанесли. О, я его убил. Фантастика. Ладно. Касарь насветили, 1200 настреляли на бульдоге. Итого у нас ещё там сумма 2200. Ну как для восьмёрки. Маловато, конечно, побольше бы, но в целом. Значит, что по ощущениям по этому танку? Ну, наверное, это одна из худших ЛТ на восьмом уровне. Почему? Из-за его размеров. Из-за его размеров. Потому что он, ну, просто светится везде. Вот, даже видели? Три фрата сделали, да. 969. Из-за его, блин, размеров. Он очень большой для ЛТ. Высокий. И его, по сути, в ПВП, в пересвечивании все будут пересвечивать. Даже собирая вот на такой сборке, вот такое какое-то получается непонятное ЛТ-танку. Да, он прям, но если сравнивать с ЕЛС, ЕЛС эффективнее. Во-первых, барабан, во-первых, незаметность. Порой бульдог М41-90 ФГФ просто ЕЛС-шку и не увидит, умрёт. Поэтому, ну, прям специально покупать такой танк в ангар, наверное, не стоит. Катайте и наслаждайтесь, оттачивайте своё мастерство на ёлке. А по этому танку, ну, не знаю. Не знаю, у меня смутные такие, спорные чувства. И поэтому назвать прям уверенно хорошей ЛТ-шкой этот танк язык не поворачивается. Как-то так, ребят. У кого есть такой танк, пишите в комментариях, что вы думаете о нём. Для людей, которые, возможно, хотят его приобрести, ставьте лайкосы и подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры сделал DimaTorzok